Пирожок Что такое интеграция, знает каждый. Это Сникерс, Сран, Марс и, конечно же, любимая водка Распутин. Ну а для тех, кто хочет расширить свой кругозор, встреча с заправдочным интегрантом Алексеем Кунгуровым. Какой подвиг должен совершить студент, чтобы попасть в эту обойму счастливцев и поехать в штаты? Угодить в Курганский педагогический институт. Потому что это действительно большой шанс, на самом деле, потому что даже самые большие столичные вузы не имеют такой возможности посылать своих студентов куда-то за границу. А здесь, благодаря этой программе городов-обратимов, наши студенты имеют такую возможность поехать. Три года получить английский и затем поехать. Слишком много желающих, пожалуй, поехать в другие страны. И со стороны нашего правительства, естественно, никаких ограничений нет. Заграничный паспорт выдают буквально за несколько дней. Но затем нам нужно ехать в Москву, добиваться визы, доказывать американским господам, что вы не собираетесь ни в коем случае остаться в Америке. И если вам удастся убедить их, тогда вам дадут визу. Затем нужно еще добывать билет, который стоит дорого. Но, тем не менее, билетов не хватает. Поэтому стоят на некий лист ожидания. И за несколько дней до отъезда, предполагаемого, вам говорят, что билета у вас нет. Самое случилось. Кстати, а как тебе удалось убедить их, что ты только хочешь пройти по этой столбовой дороге в знании? А мне сначала не удалось убедить. Основной аргумент какой-то вы делаете? Я просто... В общем, как получается? У меня были ошибки. Не ошибки, а печатки просто. Это можно записывать. Печатки в документах из Ларенца. Они мне отказали сначала их за этих только печаток. Я просто на следующий день пришел и поскандалил с консулом. Просто как тебя встретили ребята? Вот там тебя, наверное, ввели в твою аудиторию и сказали, вот этот парень русский, он будет учиться с вами. Нет, несколько не так было. Я опоздал на три дня примерно занятий. Вот там были уже наши девчонки, другие русские девчонки, с которыми я был там. И они мне, в общем, рассказали, обо всем ввели меня в курс дела. Ну, это действительно замечательное чувство свободы, просто самостоятельности, когда можно за себя заплатить, себе заработать. Чем у нас даже здесь, в общем-то, как это встречается, ни от кого не зависит. На самом деле я понял теперь, что это просто достаточно, не то что легкая вещь, чтобы сделать, но, по крайней мере, это возможно. Уехать куда-то, не для того, чтобы жить, а просто чтобы посмотреть, чтобы набраться опыта, чтобы просто увидеть мир. То есть теперь ты не курганец, а человек мира, да? Теперь тебя тянет в воздух. Да, вообще любая поездка за границей, конечно, расширяет кругозор и расширяет мировосприятие любого человека, я думаю. Если бы все люди побывали за границей, хотя бы дальние зарубежья, там, ближняя, западная Европа, я думаю, что единицы бы проголосовали за Шириновских и прочих. Так что, ребята, не отчаивайтесь, готовьтесь, собирайтесь силами и вперед учиться грызть гранит науки в Америке. Привет! Я по-прежнему Тимофей, вы смотрите передачу «Пирожок». Ну, а для тех, кто не устал, немножко черного юмора от Ивана Чернухи. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы представляем новую рубрику под названием «Разрешите представиться». Чем мы будем заниматься? Если кто-то уже подумал, нет ни этим. Итак, «Разрешите представиться». Я Иван Чернуха, новый ведущий этой рубрике. Сейчас представится наш гость, который... Ну вот, уже представился. Как вы уже догадались, мы представляем практически еще... Еще не початую стезю черного юмора. Как сказал один из классиков, ныне уже покойный, Например, самый искренний смех – это злорадный. Например, когда гимнаст срывается с трапецией. Весь зал содрогается в конвульсиях дикого хохота. Не надо понимать черный юмор буквально. Это просто шутка, это просто игра. Да, в то же время он сам виноват. Но, несмотря на многие трудности, жизнь продолжается. Жизнь прямо бьет ключом, и ее горячие брызги разлетаются в разные стороны, делая нас счастливыми. На сегодня у меня все. Всего хорошего, дорогие друзья. Я Иван Чернуха и рубрика «Разрешите представиться». До встречи. У них сложные имена, забавные прически и вдовесок Кришна против, пардон, нижнего белья. Ох, и нелегка ж ты доля русского Кришнаита. Итак, ашрам. Ашрам – это вроде коммуны, только без девчонок. И первое знакомство мы начали с самой животрепещущей темы – секса. У тебя отношения с девушками, они все для тебя сестры, да? У нас есть вполне четко установленный этикет взаимоотношений. Мы сами его не придумали. Это ведическая система взаимоотношений между мужчинами и женщинами, так будем говорить. Кроме того, я не сижу обычно целый день просто на полу, ставившись в одну точку. И не думаю в этот момент о сексе. Я обычно занят каким-то делом, как правило. Ну, если я сижу, то я как минимум повторяю мантру или читаю, но я не сижу просто так. Вот. Поэтому у меня нет, так сказать, то есть проблемы, связанные вот с тем, о чем мне думать в этот момент, они, естественно, сокращаются. То есть время сократилось до 40 минут свободно, а в эти 40 минут ты все равно читаешь мантру, да? Ну, в идеале, любой, так сказать, человек, он 24 часа должен быть сознающим Кришну. То есть это не значит, что я должен непосредственно медитировать на него, но как бы то ни было, я должен сознавать его присутствие. И это на самом деле так и есть. Кришна всегда находится рядом с нами, то есть он находится вот у вас, здесь, если бы показать просто рядом с вашей душой, ну, например, вот в этом месте, находится еще Параматма, сверхдуша. То есть это проявление Кришны, локализованный аспект, как бы, Верховной Речности Бога присутствует в каждом живом существе. Поэтому на самом деле не надо так особенно прилагать усилий, чтобы вспоминать о Кришне, он всегда рядом с нами находится. Нет, это не вспоминать о Кришне. Думать о нем. Желательно чаще об этом вспоминать. Во всяком случае, всегда есть свидетель того, о чем я думаю, что я делаю и так далее. То есть я недозвольно уже тут не подумаешь, все равно он заметит, да? Это во-первых, это во-первых. А во-вторых, ну, если вы просто разумный человек, то, во-первых, вы осознаете и это, и то, что на самом деле для вас желательно. Начнем с того, что такое вообще секс. Почему это есть? Довольствие. Почему это есть? Нет, не совсем так. На самом деле секс не имеет никакого отношения к удовольствию. Секс на самом деле это страдание, о чем мы даже не подозреваем. Но разумный человек догадывается об этом. Неразумный – нет. Вот что такое секс вообще? Для чего это предназначено? Что нас толкает? Толкает нас вожделение. Что такое вожделение? Вожделение на самом деле – это очень сложный вопрос, но это качество, это стремление приобретает душа, как только она попадает в материальный мир. То есть энергия души, она искажается таким образом, что она превращается просто в вожделение. Это действительно очень большая сила, с этим очень трудно бороться. И если мы не знаем о Кришне, если мы ничего не знаем о Кришне, если мы понятия не имеем о том, кто мы такие, в каких мы взаимоотношениях находимся с Кришной, то, конечно, нам не остается ничего другого, как просто-напросто заниматься сексом 24 часа в сутки, как многие делают на самом деле. И тем самым убивать себя. Есть в ведах, есть такая притча, где говорится о том, что современный человек, он похож на верблюда. Почему? Потому что верблюд, это очень интересное животное, оно живет в пустыне и любит жевать верблюжью колючку. Знаете, такое очень неприятное растение, очень острое, колючее. И вот когда верблюд жевет эти колючки, там нет ничего другого. Эти колючки ранят его язык, его вкус крови, перемешку с этими колючками, это очень доставляет наслаждение верблюду. Но он даже не думает о том, что он наслаждается вкусом собственной крови. Он просто не знает ничего об этом. Вот такой своеобразный взгляд. Рыбцовский турнир. В нем участвовали представители четырех факультетов пединститута. Будущие физкультурники показали не только свою силу, но и недержинный юмор. Интересны были и биологи, и историки, но посвятились только физики. Поздравляем. Ну а это самый смешной момент. Ресталище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну вот, на сегодня, собственно, и все. Хочу попросить тех, кому не нравится наша передача «Не полениться», позвонить нам на студию или написать письмо. Ну а тех, кому наша передача нравится, прошу только об одном. Ищите нас в программе. До встречи и удачи вам! Пирожок 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 Продолжение следует...